Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас видео. Видео у нас будет про город Мурино, который находится в Ленинградской области. Сейчас вы видите станцию метро Девяткино. Это единственная станция метро в Ленинградской области. Видео я сняла еще в мае, но все никак у меня не получалось его смонтировать. В один из прекрасных весенних деньков я села на свой велосипед и решила прокатиться по нашему городу. Живем мы в этом городе уже 4 года. На данный момент это у нас уже третья съемная квартира. Напомню для тех, кто недавно на моем канале, мы переехали в Санкт-Петербург в Ленинградскую область в 2019 году с мужем и дочерью из Казахстана по программе переселения. Мы из города Алматы и уже, наверное, три с половиной года, как у нас есть гражданство Российской Федерации. Этот район считается одним из самых противоречивых районов для проживания в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. Кто-то его очень не любит, кто-то любит, кто-то не видел даже этот район, не жил здесь, но почему-то очень сильно ругает его. Люди, которые здесь живут, некоторые нравятся, некоторым нет. Одним словом, у каждого свое мнение. У меня такое мнение. Мы здесь живем уже 4 года. Я не скажу, что здесь прям очень плохо. Мне и моей семье нравится. Как и в любом районе любого города, есть свои плюсы, есть свои минусы. Своим видео, конечно же, я не хочу навязать вам свое мнение. Я лишь хочу показать вам, ну вот район таким, какой он есть. Да, конечно, на видео прекрасная погода. Это весна, впереди лето. Все прекрасно и замечательно. Это у нас территория ЖК Эланд. Такие у них закрытые дворы без машин. Здесь единственная только вот парковки для небольшого количества машин. Вся остальная территория, она без машин. Как вы сами видите, очень хорошие дворы, озеленение. За дворами ухаживают. Вы это все сами видите. Очень многие ругают именно Мурина за то, что мало зелени. Дворы за дворами здесь ухаживают, цветы выращивают. Посмотрите, вот есть даже парковка для велосипедов. Это очень удобно. Потом, ну очень многие дворы закрытые, закрытого типа. Это тоже удобно. Особенно, когда есть дети. Спокойно выпустила ребенка и он гуляет. Мне нравится, что в Мурино очень много магазинов. Они просто на каждом шагу. Это удобно. Есть все. Вот эта дорога у нас ведет на шоссе Лаврики. Но туда мы не поедем. Вот эта дорога, которая ведет. Это у нас маленький Муринский парк, который находится в глубине частного сектора. Здесь очень много пространства для семейного отдыха и не семейного. Можно уединиться. Возможно. Много деревьев, зелени, детская площадка. Вот, пожалуйста, площадка для выгула домашних животных. Прекрасный воздух. Птички поют. Ну, то есть, вот, пожалуйста, вам пространство для отдыха. Пусть и небольшое, но, тем не менее, оно есть. Там у нас внизу есть маленькая речушка. Возле нее чаще всего жители жарят шашлычки. Это у нас центральная улица, проехав по которой. Да-да, вот в эту сторону вы выйдете на кат. А пройдя вот через этот перекресток светофором, вот там, кстати, станция метро. Вот я сейчас вам показываю, вот в эту сторону. И пройдя вот через этот светофор, вы попадаете в другую часть Мурина. Мы, кстати, снимали самую первую квартиру именно в этой части Мурина. Там тоже множество магазинов. Вот такая улочка, по которой очень многие люди добираются до метро. Она идет через частный сектор. Давно я здесь не была, конечно. Здесь очень много всего поменялось. Вот этой площадки не было, буквально три года назад. Очень интересное пространство. Здесь, как вы видите, очень много маленьких магазинчиков с овощами, фруктами. Магнит, кстати, его не было. И вот мы заезжаем во дворы. Дворы здесь также достаточно ухоженные. Есть деревья, есть зеленые зоны. Понятное дело, что район достаточно молодой и, соответственно, зелени не так много. Но пройдет время и здесь все вырастет. Вот здесь как раз очень хорошо видно границу между городом Мурина и Санкт-Петербургом. Вот в этом доме мы жили в 2019-2020 годах. Это была наша первая съемная квартира. Вот те зеленые дома — это уже город Санкт-Петербург. И вот эта, кстати, школа, которой не было, она тоже относится к городу Санкт-Петербургу. В каждом дворе есть такие вот площадки спортивные. Это школа тоже. Ну, здесь я вам скажу, здесь район более спокойный. Здесь не так много людей. Если вас смущают люди, вы можете снять или купить квартиру именно здесь. И потом здесь приближенность к Санкт-Петербургу ближе. Но зато от метро это будет где-то 20-15, смотря как вы ходите, минут до метро. Можно, конечно, добраться и вот здесь вот есть остановки. Но это будет уже не станция метро Девяткино, а Гражданский проспект. Вот этого парка не было. Я была приятно удивлена, увидев такой парк. Это, как я вам уже сказала, зеленые дома относятся к Санкт-Петербургу. Это Муринская дорога. Посмотрите, какие площадки для детей. Им здесь очень интересно проводить время. Это видно. Честно говоря, давно я не была в этой части Мурина. У меня здесь возникли такие теплые воспоминания. Нам было здесь уютно, комфортно жить. С теплом, честно говоря, вспоминаю эту часть Мурина. Так что, если вы хотите более спокойной и такой умиротворенной жизни в Мурина, то вам сюда. Здесь сейчас, конечно, я действительно удивлена. Очень приятно, что такой вот парк организовали для жителей. Это очень-очень классно. Ну и вот это вот у нас дорога. Вы видите, это выезд на КАТ. Вот это ограждение, заборчик. Это территория для выгула собак. Она, к сожалению, была закрыта. Я бы вам, конечно, ее показала. Но это очень приятно, что коммунальщики или кто организовал этот парк, позаботились о наших любимых питомцах. Такой небольшой торговый центр с одноименным названием. Торговый центр Мурина. Мурина заканчивается. А это у нас ветеринарная клиника. Государственная. Посмотрите, какая интересная. Ну и вот мы добрались уже до станции Метроид МФЦ. И здесь тоже множество магазинов. Магнит Пятерочка, МВИДЕО. И на первых этажах достаточно много магазинов. То у нас привокзальная площадь. Станция Метро Девяткино. Автовокзал с пригородными автобусами и вокзал. Одним словом, очень много транспорта, который увезет вас от всей этой городской суеты. В лес, на озеро. И вот мы оказались с вами по левую сторону от метро. На эту сторону с метро выходит большее количество людей. Смотрите, сколько транспорта, который доставит вас до вашей парадной, до вашего дома. Если ваша квартира располагается недалеко от метро, это прекрасно. Все три квартиры, которые мы снимали, они все были рядом с метро. Поэтому затруднений добраться до дома у нас не было. Но многие люди живут в очень отдаленных частях Мурина и едут до своего дома. Либо на электросамокатах, но чаще всего это маршрутки. Маршрутки переполненные. Чаще всего зимой очередь очень достаточно большая. Что с этой стороны, что с той стороны. Маршрутки, которые ведут на той стороне в Лаврике. Здесь в более таки отдаленные районы Мурина. Но это вот как раз таки тот самый минус. Это у нас бульвар Менделеева. Смотрите, какие классные одуванчики. Весна же на видео. Вот эти коричневые дома. Это ЖК Солнечный. Ну и давайте прокатимся с вами по бульвару Менделеева. Впереди вы видите наш памятник. Посвященный русскому великому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву. Ну и вы видите, что все первые этажи, они заняты магазинами. Да, вот такие вот высокие дома. 16-20 этажки. Очень классная пекарня. Люди любят. Вдоль бульвара Менделеева высажены такие вот клены. Эти бордовые клены. Я точно не скажу, как они. Может быть, у них есть какое-то название. Но это клены. Там зеленые. Здесь такие вот бордовые. Вот эти кустарники. Они очень красивые осенью. Они прям такие оранжевые. Но сейчас лето. И вот эти кустарники. Это джека называется Юпитер. Впереди у нас улица Шивалова. И вот эти дома с зелеными балконами. Это у нас ЖК Гренландия. Субтитры подогнал «Симон». Это у нас дворы ЖК Гренландия. Спортивные детские площадки. Места для отдыха. Лавочки. Скамеечки для бабушек. Все присутствует в этих дворах. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, какая красота. Эти прекрасные деревья. Если я не ошибаюсь, мне как-то сказали, что они называются японская или китайская яблоня. На них очень красивые цветы. Я могу себе представить, когда они через несколько лет вырастут и станут большими цветущими деревьями. Как это будет красиво весной. А это мой любимый велосипед. Шульц. Мы его купили здесь уже в Санкт-Петербурге. Очень классный городской велосипед. А это у нас окраина города Мурино. Такое вот поле, на котором вроде бы, как говорят, что будет очень-очень большой парк. Но будем в это верить и надеяться, что это произойдет. И парк построят. Вот этот ЖК несправедливо находится на самом краю Мурино. Потому что он просто классный. У него хорошие дворы, отличные квартиры. Этот ЖК называется Айди Мурино. У меня даже есть видео про этот ЖК. Отдельное видео можете посмотреть у меня на канале. Вот там, вы видите, еще строятся новые дома. Это у нас поликлиника. На данный момент, на данный момент, вот сейчас в ноябре, она уже практически закончена и набирает персонал. Ну, здесь находится конечная станция автобусная. Да, конечно, очень плотная застройка, многоэтажные дома. Соответственно, у жильцов Мурино, у которых есть дети, у них возникают проблемы с устройством детей в детские сады, в школы. Это, конечно, очень большой жирный минус. Вот, смотрите, ЖК Авиатор. Очень красивый ЖК. У меня тоже, кстати, есть видео по поводу этого ЖК. Здесь очень большую территорию застраивает компания Мавис. Они, ну, по крайней мере, по отзывам, которые я слышала, они хорошо застраивают, у них хорошие дома. Ну, и потом вы сами видите, как они обустраивают придумываю территорию. Все очень симпатично, очень красиво, я бы даже сказала. Вот, пожалуйста, велосипедные дорожки, озеленение, бульварчик, где можно прогуляться, посидеть возле дома. Мавис, конечно, очень старается. Мне нравится, как они облагораживают придумовые территории. Все очень креативно, современно. Эти дома еще строятся. По-моему, очень симпатично. Это у нас ЖК Цвета Радуги. Здесь, конечно, еще ведутся строительные работы, и поэтому слышен шум со стройки. Но это все временно. Смотрите, какие классные беседки, в которых можно посидеть вечерком, после работы, отдохнуть. По-моему, очень красиво. Напишите в комментариях, как вам нравится или нет. Ну, скорее всего, я уверена, что кто-нибудь обязательно напишет что-нибудь негативное. К этому я готова. В принципе, я еще раз повторю, что я не навязываю свое мнение, я просто показываю все это как есть. Есть, конечно, минусы, но давайте будем смотреть на плюсы. Минусы мы всегда в жизни найдем. Очень многие считают и говорят о том, что очень большой минус в городе Мурино это недостаточное озеленение. на самом деле вы сами прекрасно видите, что район развивается, он достаточно молодой, новострой, деревья высаживаются, дворы облагораживаются, все всему свое время, все вырастет, ну и потом вы всегда можете сесть на свою машину, на электричку, на автобус и доехать до прекраснейших озер, у нас есть озера, леса в нашем направлении, поэтому с этим я считаю все замечательно. Это у нас снова Шувалово и пересечение Петровский бульвар. И вот сейчас по Шувалово мы поедем в сторону Менделеева. Продолжение следует... Ну вот такой получился у меня обзор города Мурино. От себя могу добавить то, что мы здесь живем уже 4 года и меня абсолютно устраивает этот район. Я еще раз повторюсь, что есть минусы в любом ЖК, в любом городе, в любом районе. Каждый имеет право их видеть или не видеть. Но мне этот район нравится. Для меня этот район комфортный, уютный, красивый. Не побоюсь этого слова. Поэтому каждому, как говорится, свое. Поэтому для людей, которые переезжают в город Санкт-Петербург, я думаю, что не стоит пугаться. И можете смело снимать квартиру в городе Мурино. Может быть, даже и покупать. Вот это, кстати, двор, в котором мы снимали вторую нашу квартиру. Это тоже дома от строительной компании «Мавис». Называется это ЖК «Виктория». Дворы здесь достаточно комфортные, уютные, классные спортивные детские площадки. Дом тоже мне очень понравилось жить в этом доме. Было комфортно, уютно. Здесь охраняемая территория, закрытая. Ну и вот как раз после этих домов уже виднеется станция метро «Девяткино». Спасибо вам за просмотр. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, можете писать в комментариях. Постараюсь максимально ответить. Всем добра. Всего хорошего. Пока.